МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, почему сегодня коллекцию не могут показывать полностью, а также подробности о возникновении музея, мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. У нас в студии сегодня Наталья Владимировна Бутырина, хранитель коллекции и учитель школы номер 62. Здравствуйте, Наталья Владимировна. И Евгения Анатольевна Ганева, директор школы номер 62. Здравствуйте. Я думаю, начать нужно с того, что сегодня так получилось, что мы встретились в особый день. Расскажите, что сегодня за день? Сегодня особый день для всех. Не только для почитателя Александра Сергеевича Пушкина, но и вообще для всех людей. Потому что именно в этот день мы отмечаем День памяти великого поэта. Именно в этот день, 180 лет назад, перестало биться сердце великого поэта. И именно по этому поводу проводятся сегодня везде мероприятия, вспоминают, читают Пушкина. И, конечно же, говорят о Пушкине. Пушкин не только жил, он жив, пока мы собираемся, пока встречаемся, пока мы и наши дети читают Пушкина. Я надеюсь, что эта программа не просто так сегодня состоится, потому что действительно повод такой достаточно серьезный. Мы не только вспоминаем сегодня Александра Сергеевича, но и есть такая проблема. Есть замечательный музей, который, как мы сказали, к сожалению, не могут увидеть жителей и гостей города всецело. Но расскажите для начала, с чего все начиналось, как появлялся этот музей? Ну, начиналось все с того, что мой муж, когда еще был подростком, закончил Суворовское, Ленинградское Суворовское училище в Ленинграде. И, конечно же, у него очень большое увлечение было, его увлечение, это была история. Он занимался в историческом кружке, в Эрмитаже. И, окончив Суворовское училище, он поступил в Череповецкое военное училище, училище связи, закончил его, пошел служить, пришел служить на флот сюда. И вся жизнь его связана именно здесь, с Владивостоком и с флотом. Вот любовь к истории, конечно же, у него оставалась. И он очень много занимался историей флота. Потом он начал заниматься историей декабристов. Потом от декабристов он уже пришел к Пушкину. И Пушкин – это самая большая любовь всей его жизни. Собирал везде, где только можно было. И кто только мог, тот и помогал. И знакомые, и сослуживцы. Все буквально, кто где бывал, всегда привозили что-то, хотя бы какой-то экспонатик маленький, который связан именно с жизнью Александра Сергеевича Пушкина. А муж собирал абсолютно все, что говорило и что связано именно с Пушкинской эпохой. И это увлечение выросло, перешло, экспонатов было очень много. И к 190-летию, со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоялась во Владивостоке первая выставка. В музее Арсеньева была первая выставка. Конечно, событие было грандиозное по нашим временам. Прошла выставка. И вот об этой выставке рассказывает вот такой буклет, который выпустил Приморский государственный объединенный музей Арсеньева «Клуб коллекционер». Именно они помогали устраивать эту выставку. Примечательно, что вот открывая эту выставку, выставка была уже готова. И вот буквально в последние минуты привезли скульптуру юного Пушкина, которую сейчас могут увидеть все во Владивостоке. Она уже выполнена в бронзе, находится в Пушкинском музее. Автор ее Эдуард Владимирович Барсеков. Когда они привезли, она была еще в гипсе. И просто теплая. И вот состоялось такое грандиозное явление, как первая выставка. Потом была выставка «Вторая музея Арсеньева». Это посвященное уже 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И в этот же год состоялось открытие. Тоже грандиозное такое явление в жизни Владивостока. Открыл свои двери после реставрации Пушкинский театр. Открытие музея Владивосток сообязано Геннадию Петровичу Турмову. Именно по его инициативе состоялось возрождение Пушкинского театра. А уже в следующий год, 5 июня 2000 года, открылся Пушкинский музей-салон, в который можно было прийти по улице Пушкина, театр Пушкина и музей Пушкина. Вот это было такое трио. И, конечно же, музей имел огромный успех. Огромное количество людей приезжало, приходило, посещало музей, проходили вечера, литературные вечера, проходили награждения литературные, различные встречи с композиторами, с поэтами. То есть он был очень притягательным. Это, собственно, у нас сейчас, не все, конечно, далеко не все экспонаты вы сегодня принесли. Нет, это экспонаты Пушкинской коллекции. Пушкинской коллекции. Покажите, например, у нас есть книга замечательная, 1800-го года. Давайте о ней расскажем немного. Немного остановимся на музее, собственно. Да, это книга «Слово о полку Игореве». Замечательная, примечательная она, конечно, не только своей обложкой, то, что это чеканка, но книга – это выпуск 1800-го года. Была она выпущена в 1800-м году. То есть это подлинный исторический такой экспонат. А как удалось приобрести этот экспонат? Потому что, ну, конечно, возникает такой вопрос, потому что это уникальное. Приобрел его Александр Вячеславович, приобрел его совершенно случайно, на книжном развале. Книга эта была оценена только стоимостью, практически, только стоимостью чеканки. Чеканка не родная? Нет. Я так понимаю. Нет, нет. Это не родная его обложка. Именно вот человек, у которого оказалась эта книга, он оценил ее только практически. Стоимость только чеканки. Я так понимаю, что, конечно, далеко не все экспонаты приобретались таким образом. Были вещи, которые сложно достать. Расскажите нам еще какую-нибудь историю интересную. Может быть, какой-то из них представлен сегодня здесь у нас в студии? Сложно. Вот очень часто спрашивают, какой любимый экспонат, да? Нет, это я понимаю, что любимого, наверное, быть не может. Нет, не может быть, да. А сложно было в том, что, в общем-то, ведь это не сейчас, когда пошел, и любую книгу, которая тебе нужна, можно купить или заказать по интернету. А в те времена, ведь это было очень сложно. И, конечно же, тогда, когда ездили в отпуск, были в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде, конечно же, все усилия тратились на то, чтобы что-то найти, что-то собрать, что-то приобрести. Именно таким образом приобретено именно собрание сочинений 1909 года издания. А так, конечно же, приобреталось все в магазинах, музеях, в тех магазинах, которые были при музеях, и, конечно же, у частных коллекционеров. Я хочу спросить у Евгении Анатольевны, также, конечно, мнение. Как вы считаете, музей был, 10 лет просуществовал, да, если я не ошибаюсь? И, к сожалению, так сложились обстоятельства, что пришлось забрать экспонаты, и сегодня они хранятся отчасти у вас дома, отчасти в школе номер 62. Конечно, это очень замечательный подарок для школьников, для школы в целом, но, тем не менее, очень хотелось бы, чтобы, как мы говорили в начале программы, была возможность и у других жителей, гостей Владивостока увидеть эти экспонаты. Как считаете вы, насколько необходим городу этот музей? Конечно, я считаю, что это огромное состояние, огромное достояние, и то, что оно находится в таком состоянии, в таком виде сейчас, что никто практически не может смотреть, листать, восхищаться этим состоянием и нашим достоянием этой коллекции Натальи Владимировны и ее мужа. Ведь создана она только личными усилиями одного, двух, нескольких людей, понимаете? И делалось это для людей, что важно? И делалось, ну, конечно, коллекционер он для себя делает, собирает, но не для себя. Он всегда хочет, чтобы его увидели, его оценили, показать людям. Да не то, что оценили, просто показать, поделиться с людьми этим. И когда вот оно в таком виде, просто сердце сжимается и кричит, и плачет, что вот хочется нам показать людям, школьникам, подрастающему поколению, всем, кто бы хотел увидеть, мы готовы это показать. Но у нас нет достойного помещения, в котором бы мы разместили. Помещение, в принципе, найдется, а оборудование этого помещения, вот здесь загвоздка. Здесь нужны, ну, я так думаю... Нужны условия определенные, безусловно, чтобы хранить. Условия для экспонатов, условия для экспонатов, условия, конечно, для экспонатов, потому что это не только воздух, который должен быть определенной и температуры, и влажности, и сухости, и чистоты, но это еще и какие-то стенды, какие-то витрины, стеллажи. Не все это можно богатство выложить в открытом доступе, чтобы оно листалось руками, потому что вы видите сами, это раритеты 18-19 века, которые просто, если их показывать и давать к свободному доступу, то быстро придет все в эту упаду. Конечно, это музейный экспонат, и он должен занимать достойное место. Это нужно сохранять, этим нужно дорожить, но, тем не менее, этим нужно и делиться. Мы готовы делиться. Наталья Владимировна просто вот такой человек, который очень этого в душе желает, но от своей скромности пока мы вот в таком положении. На сегодняшний день мы, к сожалению, можем только устраивать раз-два в году в библиотеке для школьников 62-й школы какие-то тематические мероприятия, как проходили всю прошедшую неделю перед датой 10 февраля. Практически вся школа от 1 до 11 класса посещали это мероприятие. Для каждой возрастной категории эти мероприятия были разными. Для малышей там больше сказочного материала, для старших, конечно, это больше история жизни Пушкина, его творчество более зрелого возраста. Всем было крайне интересно, но еще раз возвращаясь к этому вопросу, что очень хочется, чтобы это богатство, наше богатство, не только каких-то определенных людей, это наше национальное богатство, и чтобы это все как-то сохранялось, как-то приумножалось, может быть, как-то… В общем, чтобы это было доступным. Доступно, да. И действительно, может быть, кто-то придет и также захочет поделиться своей вещью, связанной с Александром Сергеевичем, либо с тем временем. К слову, у нас же есть, например, не только книги о Пушкине или книги Александра Сергеевича Пушкина, у нас есть грамоты, прописи, монеты. Расскажите о них также. Это предметы, сопутствующие тому времени. Тому времени, да. Ну, таких раритетов, конечно, у нас очень мало, но единственным свидетелем Пушкинской эпохи, конечно, является монета. То есть это тот предмет, который относится к этому времени. И если мы возьмем с вами, значит, монетка 2 копейки 1799 года выпуска. Год рождения Пушкина. Да. Год рождения Александра Сергеевича Пушкина. Здесь. То есть это истинный свидетель той эпохи. Конечно, Александр Сергеевич навряд ли пользовался такими деньгами. Это уж понятно. Но то, что монета истинный, вот как раз предмет, относящийся к этой эпохе, это да. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор о музее имени Александра Сергеевича Пушкина. Наталья Владимировна, назревает, конечно, вопрос. Все-таки, как удалось в таком виде сохранить экспонаты без соответствующих условий? Это ведь большая работа очень. Да, конечно. Ну, экспонаты, часть экспонатов хранится дома, часть экспонатов хранится в школе, потому что невозможно сейчас все вместить, то, что накоплено уже. Конечно же, очень большая часть библиотеки находится в Пушкинском театре. Так и осталась Пушкинская библиотека. Туда приходят люди, конечно же, смотрят и остаются все-таки те поклонники Пушкина, которые приходят, которые смотрят, которые узнают и читают Пушкин. Конечно же, хочется, чтобы вы рассказали о том, какую роль музей имени Пушкина сыграл, когда появился у вас в школе. Наверняка интереснее стало знакомить детей со школьной программой. Ну и, я думаю, тут плюсов огромное количество. Расскажите. Конечно, вы сами говорите, что интереснее детям и масса других возможностей. Опять, к сожалению, у нас нет помещения. Единственное помещение – это наша библиотека школьная, которая по площади, наверное, квадратов 60 максимум имеет, в которой располагаются все другие, другая литература. Это и учебная, это и вспомогательная, это и художественная. Но иногда мы находим время, место, главное – желание развернуть экспозицию. Она разворачивается, занимает практически всю площадь библиотеки. Но, кроме этого, наша Наталья Владимировна и заведующая библиотекой Вера Ивановна, они принимают активное участие вместе с литераторами, с классными руководителями, когда идут в классы к детям, когда показывают все, что могут показать прямо в классах. Конечно, дети довольны, конечно, всем нравится, конечно, есть вопросы. И это самая благодатная почва детская аудитория, когда ребенок именно в своем возрасте, в детском, задает вопросы не только старшим, но и себе. Чем он будет заниматься в дальнейшем, насколько ему это интересно, как повлияет какое-то событие, какой-то вопрос для его становления, в его жизни и так далее. И чем больше, чем активнее мы будем говорить о нашей культуре, о нашем наследии пушкинском, тем лучше, тем активнее, тем краше будет наше общество, наши люди и наше будущее. Я так думаю, к сожалению, опять вот это слово, к сожалению, преследует сегодня меня. Мы можем это пока делать только на базе нашей школы. Очень трудоемко это для другой аудитории сделать, очень неудобно, потому что все-таки это связано. Связано, да, связано это с определенными, конечно. Все понимают, что это трудно. И экспонаты держать в руках, не имея на это для них специального места, условий, это неправильно. Пока это неправильно. Давайте расскажем все-таки, вот действительно, я думаю, что эту возможность сегодня нужно использовать и рассказать. Вы же говорили, что нужны стеллажи. Нужны стеллажи. Нужно соблюдать, нужно помещение, где будет определенная температура. Нужны стеллажи, наверное, а витрины. Витрины, да, конечно, витрины. Стеллажи, витрины, потому что все это, если, например, у нас планшеты, посвященные разным событиям, оно идет в определенном порядке, в хронологическом, то, конечно, интереснее смотреть и не перескакивать с одного на другое. Конечно. То есть это должно быть тематически распределено. Это очень большая работа. И я уверена, что вам немного это нужно. Самое главное ведь есть, есть коллекция. Просто нужно найти, наверное, мецената, может быть, какого-то, я не знаю, который бы помог, правда? Может быть, кто-то из телезрителей отзовется действительно и поможет открыть во Владивостоке настоящий, достойный музей имени Александра Сергеевича Пушкина. Тем более сегодня мы говорим о том, что мы туристический город, мы развиваемся в этой сфере. Да. И если бы у нас помимо театра улицы был бы еще и музей, то, по-моему, это замечательно. И ведь он пользовался популярностью, когда существовал. Да, и у нас были экскурсии. И не только экскурсии. У нас же ведь большой комплекс там. Там Часовня Святой Татьяны, посмотрите, рядышком. А сам театр – это жемчужина просто-напросто нашей культуры. И все вместе это, конечно же, очень здорово было. И большое количество гостей было. Не только дети приходили, взрослые. И очень много было зарубежных гостей всегда. То есть здесь он был на своем месте. Сложилась действительно абсурдная ситуация. Обычно люди охотятся за экспонатами. Есть все, да, но нет тех самых экспонатов, ничего показывать. А получается, что есть что показывать, а нет помещения. Я думаю, что после нашей программы будут отклики, и вам согласятся помочь. И вскоре у нас в очередной раз, уже во второй раз откроется музей. Наталья Владимировна, я знаю, что вы хотели сегодня еще также что-то сказать. Я сегодня хотела сказать о том, что сегодня вот такая во Владивостоке, такая двойная дата. Это 180 лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. Тогда, когда мы вспоминаем, и именно этот день является Днем памяти. Но сегодня еще одно событие у пушкинистов Владивостока. Именно в эти дни Пушкинское общество, это отделение, наше Приморское отделение Пушкинского Всероссийского общества, которым руководит Эдуард Владимирович Барсегов, заслуженный художник России. Он председатель, является нашим обществом. Это профессор сам. И много лет возглавляет именно Пушкинское, вот это наше общество. Очень много работы делает это общество, потому что собираются в эти памятные дни, собираются дети, читают свои стихи. И вот сегодня в 11 часов проходит мероприятие, посвященное как раз этой дате. В Пушкинском театре. В Пушкинском театре. Эдуард Владимирович Барсегов, Чуб Людмила Ивановна, Яськова Татьяна Николаевна. А Яськова Татьяна Николаевна, конечно, это патриот наш, потому что это человек, который возглавляет наше отделение Всероссийского женского общества, нашего Владивостокского. И, конечно, это такой энтузиазм, без которого бы не состоялось ни одно вот такое большое мероприятие. Потому что это же надо собрать детей, это надо составить программу, это надо и каким-то образом поощрить, и найти какие-то средства, и кого-то привлечь. Поэтому, конечно же, я сегодня просто-напросто большое спасибо говорю этим людям, которые делают огромное дело. Большое спасибо, конечно же, не могу не сказать Геннадию Петровичу Турмову. Ведь он сыграл огромную роль и в восстановлении музея, и в создании музея, восстановлении Пушкинского театра, и в создании музея. И, конечно же, вот здесь у меня книга. Он написал много, конечно, книг за свою долгую жизнь, и сейчас продолжает писать. Но эта книга мне особенно дорога, потому что она посвящена памяти моего мужа, Бутырина Александра Вячеславовича. И, конечно, посвящена она, сделал посвящение Геннадию Петровичу, это Дмитрию. Это наш сын, который тоже был директором после смерти Александра Вячеславовича, был директором Пушкинского музея. Она сейчас работает на факультете журналистики и преподает историю зарубежной журналистики. Доцент кафедры. Что ж, спасибо вам большое, спасибо за ваши слова. И хочу только дополнить, что у вас настоящее богатство уже есть. И нужно лишь немного, чтобы этим богатством вы могли поделиться с гостями и жителями нашего города. Спасибо за то, что вы делаете и что пришли к нам сегодня. Спасибо большое, вам спасибо за то, что уделили нам внимание. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин